Травмоопасность катания с горок не новость. Удалые покатушки частенько заканчиваются в травмпунктах. Однако нынешней зимой в разных регионах страны бьют тревогу. Несколько человек, катаясь на так называемых ватрушках, погибли. Следователи следственного управления по Московской области выясняют обстоятельства гибели 7-летнего ребенка в городе Железнодорожный, который 4 февраля погиб, врезавшись в дерево во время катания на ватрушке. В декабре прошлого года в Мариэлл две женщины погибли во время катания на надувной ватрушке, привязанной к автомобилю. И это не единственные примеры зимних забав, которые закончились, к сожалению, трагическими последствиями. Характерной особенностью тюбинга является его неуправляемость. При движении он может развивать очень высокую скорость. Поэтому существуют определенные правила, которые стоит соблюдать, чтобы веселье не закончилось печально. Прежде чем начать спуск по трассе, необходимо осмотреть его. На трассе не должно быть ям, бугров, кустов, камней и также деревьев произрастающих. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания. В идеальном случае при катании используются средства защиты, особенно это важно для детей. Не следует перегружать ватрушку и садиться на нее нескольким людям сразу. Кататься следует сидя, не пытаться лежать, вставать или тем более прыгать. И нельзя, естественно, разбегаться перед спуском и спрыгивать с тюбинга. Запрещено также привязывать тюбинги к транспортным средствам, снегоходам, автомобилям. Не стоит кататься на тюбингах в состоянии опьянения, когда человек не способен оценить свои силы возможно. В идеале кататься лучше на прямых склонах без извилин в специально оборудованных для этого местах. Такие спуски предусмотрены в известных всем рязанцам комплексах Семена Оленинская, в Солочи и в Иванчино на базе АК. Чтобы это было безопасно, во-первых, нужно обязательно соблюдать указания выпускающего. При подъеме ни в коем случае не вставать во время движения. Не подниматься вдвоем. У нас строго регламентирован возраст детей, которые мы можем поднять одних. По весу ограничения имеются. В зависимости от того, какая температура, какие погодные условия мы открываем или закрываем трассу. Казалось бы, сложного ничего нет. И пока зима еще господствует на территории региона, возможность весело провести время на снежных спусках у вас есть. Будьте осторожны и катайтесь на здоровье.